Степное направление компания по пригородным пассажирским перевозкам начала осваивать год назад. Специально для этого тогда запустили поезд Барнаул-Славгород. За неполных 12 месяцев он перевез уже 90 тысяч пассажиров. Многие за это благодарят судьбу, говорят, добираться стало значительно проще. К примеру, Марина Михайловна регулярно проводит в пути по 6 с лишним часов, чтобы попасть в краевой столице в больницу. Говорит, раньше дорога занимала на 2 часа больше. Ну, раньше приходилось ездить или на московском поезде в 95-м, или еще на других поездах. И приезжали, и садились поздно, и приезжали по-разному, слишком рано или наоборот. При том, что у меня еще инвалидность, и я имею право на льготу, так что это, конечно, очень удобно. И, ну, пенсионерам, как говорится, выгода. После открытия Степнова запустили еще три пригородных поезда. И сейчас сеть железнодорожных путей стала охватывать 70% территории края. По ней за год поезда перевезли 7 миллионов человек. На прирост пассажира потока повлияли и субсидии, которые выделяют на федеральном уровне. В этом году их общая сумма перевалила за половину миллиарда рублей. Мы видим небольшой, но рост пассажиров, дефицита поездов либо вагонов нет. Здесь железные дороги очень гибко реагируют на ситуацию. В зависимости от загруженности меняется количество вагонов. Поезда по возможности стараются модернизировать. К примеру, сейчас двери между вагонами открываются одним нажатием кнопки. Билет на проезд можно купить удаленно. Для сокращения времени в пути корректируют расписание. Стали ходить быстрее на 2 часа 43 минуты. Допустим, до Орегрики на 9 минут быстрее в одну сторону. Назад на 6 минут быстрее. И так мы уже три направления обработали. Ну вот ехать в степь пока можно только через день. Но в будущем поезд Барнаул-Славгород планируют пускать ежедневно. Обещают, что стоимость проезда при этом не взлетит. Сохранят льготы. Цены, конечно, индексируются. Но не индексируется месед за инфляцию. А в целом у нас цены и на Славгорода, и на другие поезда, и на пригорные поезда, и на электрички, они меньше. У нас сегодня год, но на будущий год сохранятся. Железнодорожные перевозки, говорят специалисты, были и остаются востребованными. В топе самых популярных поездов России, судя по многочисленным рейтингам, скоростные электрички. Между Барнаулом и Новосибирском запустить такую ласточку планируют уже много лет. Сроки по разным причинам, в том числе из-за санкций, неоднократно сдвигали. Новая дата, когда должен начать курсировать аналог «Ласточки» – 2025-й. Эти планы сохраняются. Планы озвучены на 2025-й год. То есть, учитывая те моменты внешнего давления на страну, того поезда, который был в той модификации, нет. Сейчас начнет выпускаться в следующем году российский поезд. Аналогичные образцы, но и планы в Алтайском крае. Запуск такого поезда ориентировочно на 2025-й год. Этот экспресс, как и степной, что был создан с нуля, уверены специалисты, будет весьма востребован. Поезд, средняя скорость которого 120 км в час, будет работать и на переменном, и на постоянном токе, что поможет не делать пересадку в Черепаново. Юлия Щепина, Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.